Прожив ремонты и свои, и клиентов, и обучающихся на курсах, у меня набралась внушительная выборка и настало время для рефлексии. В этом видео я поговорю про те моменты, о которых в ремонте сожалею либо я, либо другие люди, о том, чего не сделали или что сделали лишнего. И все это для того, чтобы вы подумали, важно для вас это или нет, и попробовали избежать печалей, которых другие не избежали. Очень важный момент. Многие очень любят размещать на стенах и на потолке обильное, очень плотное и рассеянное освещение, вот с такими вот рассеивателями, белыми матовыми пластиковыми заглушками. Это выглядит, конечно, не по-хрущевски, обещает очень модный прорывной сценарий, но на деле очень сильно слепит и утомляет. Прежде чем ставить такое себе, пройдитесь по магазинам, по шоурумам и убедитесь, что точно хотите себе поставить такой. Не соглашайтесь на какие-то картинки, которые обещают вам что-то очень интересное. Есть некоторые светодиодные светильники, в которых эти рассеиватели, эти белые пластиковые заглушки можно снять, и тогда останется красивый светильник с направленным светом и который выглядит прилично. И он не будет вас слепить, только если вы встанете прямо под него и будете на него смотреть, а будет вам давать красивое световое пятно, которое создаст определенную, очень интересную атмосферу в вашем интерьере. И это будет гораздо лучше, чем вы просто поставите вот такой вот слепящий светильник. В общем, не укатывайте весь потолок и стены в профили со светодиодными лентами с пластиковыми рассеивателями, не горячитесь, потому что вполне вероятно, что потом они вас будут раздражать и слепить. Самая популярная ошибка это розетки. Нужно не стесняться делать запасные. И вот даже я знала, что розеток много не бывает, но во время своего ремонта и под шепот внутренней тети Сары я убрала две розетки, думая, что ну уж эти точно лишние. За что впоследствии я много раз ругала себя, ведь туда идеально воткнулась бы моя беговая дорожка, идея приобретения которой пришла ко мне уже после ремонта, во время локдауна. Так что даже зная, что розеток много не бывает, все равно делайте их больше и не отказывайтесь от них. Большинству не хватает розеток над столом в удобном доступе и приходится под столом скрючившись что-то там перетыкать. Не хватает розеток на лоджиях, если они обустраиваются под жилые функции. Не хватает розеток для пылесосов, для роботов-пылесосов. Также можно сделать за шторой стойку для ручного пылесоса и спланировать туда же розетку. Под Новый год и Рождество очень многие жалеют, что не сделали розетку на откосе окон для украшений и гирлянд. Еще не хватает розеток в прихожей для, например, сушилки для обуви. Самый лучший способ снизить сожаление на этот счет – нарисовать план и пожить в нем, разложить по нему все свои приборы, отметить в нем все праздники и пригласить туда всех гостей. И держать в уме, что, возможно, когда-нибудь вы еще купите беговую дорожку. Лично я жалела, что не установила дополнительные фильтры и смягчители на всю входящую в квартиру воду. Я заметила, что в Москве мои волосы и кожа становятся хуже, когда я моюсь и умываюсь нефильтрованной и жесткой водопроводной водой. Меняя локацию, переезжая в другую страну, состояние кожи и волос становится гораздо лучше. Да даже стиральные и посудомоечные машинки выходят из строя быстрее, если не смягчать жесткую воду. Что уж говорить о наших нежных телах. Поэтому в городах с жесткой водой я уже давно не умываю лицо водой из-под крана, а пользуюсь специальными салфетками и покупаю термальную воду в бутылках. Так что если у вас жесткая вода и есть возможность, то стоит, конечно, задуматься о системе фильтрации и смягчения на входящую воду. Правда, подобные системы требуют значительного пространства. А если в квартире несколько отдельных стояков, то нужно учитывать подключение к каждому. Поэтому, если ваши площади позволяют, учитывайте этот фактор. Потому что в бытовом смысле это важнее эстетики интерьера. Фильтровать бы еще хорошо и входящий воздух. Некоторые сожалеют, что не установили себе домой приточно-вытяжную систему. Но не у всех домов технически предусмотрена установка подобной системы. Поэтому можно, например, использовать бризеры или рекуператоры с фильтрами. Ситуация с экологией в большинстве регионов ужасающая. Поэтому из открытых окон поступает не такой чистый воздух, как хотелось бы. Я использую монитор качества воздуха, который помимо анализа воздуха в помещении показывает ближайшие к дому точки измерения частоты воздуха на улице. И рекомендует закрывать окна, если учуял в районе что-то подозрительное. Кстати, я заметила, что иногда ночами после 12 качество воздуха на улице разительно ухудшилось. Будто где-то что-то жгут. Поэтому если у вас невысокий этаж, если рядом шоссе или сеть загруженных дорог, если рядом производство, то тоже не стоит жалеть на это денег, чтобы потом не жалеть о потерянном здоровье. Очень многие жалеют, что переплачивают за дорогое наполнение кухни. Зачастую обычные полки могут справиться с большинством задач, а стоят гораздо дешевле. Все это выдвижное, электрическое, подсвечивающееся и плавно плывущее, конечно, приятно, но уж очень буржуазно избыточно для большинства людей. Удовольствие прямо очень много не приносит, а иногда может быть даже неудобным, сокращающим пространство для хранения или может ломаться от излишней сложности. А стоить при этом будет много. Многие также жалеют, если неудобно разместили выключатели или высоко, с другой стороны от ручки двери или далеко от той зоны, где должен гореть свет, и каждый раз надо идти, чтобы его включить или выключить. Некоторые жалеют о покупке экзотических светильников с лампочками необычных форм и размеров, потому что в случае, если они перегорят или сломаются, заменить их сложно или невозможно. Так что сразу, помимо других характеристик светильника, проверяйте и доступность лампочек к этим люстрам и светильникам. Некоторые жалеют, что сделали себе цветную подсветку, потому что этот цвет не расслабляет, а скорее развлекает, а некоторых даже напрягает. Это арт-свет. Эффектно он смотрится только на картинках, но жить и существовать в нем постоянно тяжело. Поэтому в итоге разочаровавшиеся либо останавливаются на стандартном, теплом или холодном оттенке, либо вовсе его не включают. Как бы мы все дизайнеры не любили трехметровый широкоформатный керамогранит за его широкий формат и минимальное количество швов, он на самом деле может стать причиной огромных страданий. И я сейчас не только про стоимость материала, но и про работы на стройке. Если его использовать в сложных местах, с витиеватой резкой, со сложными углами, то только из-за работ по этому широкоформатному керамограниту стройка может увеличиться на несколько месяцев, а то и на полгода, если считать вместе со всеми переделками. Поэтому широкоформатный керамогранит я ставлю в проекты только в очень простых для монтажа местах, с минимальными нарезками и только по особой просьбе клиентов. У нас вот есть клиенты, которые заказывают уже третий проект, и с каждым проектом им хочется все больше и больше широкоформатного керамогранита, потому что они его очень любят. Однако сама я настаивать на широкоформатном керамограните для клиентов не буду и никому не советую, потому что применять его надо осознанно и с умом, понимая все нюансы. Некоторые жалеют, что затеяли выравнивание стен, потому что это очень дорого. Вы вбухали в квартиру кучу денег, примерно автомобиль, а она все еще в бетоне и все еще непригодна для жизни. Понятно, что неровные стены противоречат качественному ремонту. С кривыми стенами не встанет ровно мебель, не встанет короб дверей, плентуса будут волнами. Однако иногда, если это, например, квартира как средство сохранения денег или под сдачу, быть может, оно того и не стоит. О том, что можно сделать с кривыми стенами, я рассказывала в отдельном видео. А еще бывают ситуации, когда строят стены так и выравнивают их таким образом, что лучше бы и не выравнивали. Так что тут в какой-то степени тоже судьба фортуны. Кто не предусмотрел во время ремонта аквастопы, очень часто жалеют об этом, особенно если уехали в отпуск, а в квартире как раз в этот момент образовалась протечка. А если вы никогда не слышали про аквастопы и узнав, решили, что они вам точно нужны, то я рекомендую рассматривать именно проводные модели. Еще бывают сожаления, что не распределили нужные приборы на разные автоматы. Например, можно отдельно подключить стиральную и сушильную машинку, вместо того, чтобы корячиться и отключать их из-под неудобной розетки в случае какой-то сложной ситуации. А можно просто отключить автомат. А можно просто отключить все приборы, кроме холодильника, роутера или иных важных для вас приборов. Некоторые кусают себе локти, что сэкономили на ткани дивана. Теперь она неприятная, и это тактильное ощущение с вами на долгие годы. Ткань дивана надо выбирать щечкой. Очень часто жалеют об ошибках открывания. Например, очень распространенная ошибка – конфликт открывания фасадов шкафов и светильников. Чтобы избежать этой ошибки, вам нужно прожить в планировочном решении, которое вы сами придумали, который вам помог дизайнер составить, и открыть все дверцы шкафчиков и все двери. И вам нужно посмотреть, не встречается ли что-то на траектории движения этих дверей, и не вызывают ли они конфликтов. Очень часто люди жалеют о покупке дешевой сантехники, особенно унитазов. Потому что дешевые унитазы часто делают из плохой пористой керамики, иногда даже без какого-либо покрытия. Посему они все быстро впитывают, пачкаются через 2-3 приема, и почти все время будут выглядеть неприглядно. Пока не ворвется в ваш дом какая-то сногсшибательная решимость и не заменят все эти унитазы на новые с нормальным покрытием. Некоторые не проверяют горизонталь пола. И получается, что потом мебель качается, кухня не встает и трет стены, дверь при открывании цепляет пол, а в душевой вода течет от слива в обратном направлении. В душевой, кстати, особенно критично, ведь если что, придется переделывать весь санузел. Помимо использования уровней, уклон или ровность пола можно померить и с помощью легких, например, мячиков для пинг-понга. Я видела, как это делали строители, проверяя сами себя. Если есть уклон, они в него очень быстро закатятся. Ну или если это душевая, то сразу после монтажа можно налить воды и посмотреть, куда она стекает и где стоит. Самая большая ошибка в ремонте – это не собирать чеки, договоры и прочую документацию на приобретение товаров и оказанные услуги. С этих документов надо сдувать все строительные пылинки и бережно хранить их в отдельной папочке еще несколько лет после ремонта. Ремонты нередко наполнены драматичными сюжетами, развязки к которым лежат только через эти бумаги. Некоторые жалеют, что ввязались в ипотеку за голый бетон, когда узнали, сколько на самом деле стоит ремонт. А надо бы понимать, что капитальный ремонт сейчас стоит, как еще одна ипотека. Все, конечно, зависит от страны и застройщика, но большинство новостроек продается в непригодном для жизни состоянии. Вот удивительно, что много лет назад, когда я еще была маленькой, мои родители, покупая квартиру в новостройке, сразу въехали в нее. Да, они начали сразу переклеивать обои и стали сами делать ремонт, но это вовсе не потому, что в ней нельзя было жить, а потому что маме не нравились цветочки на обоях, а папе линолеум. Даже хрущевки, насколько я знаю, сдавали пригодными для жизни, с напольными покрытиями и обоями. Я не владею статистикой, но, по-моему, такого непригодного жилья для жизни и в таких объемах еще никогда не сдавали. Считается, что в России сдается больше всех в Европе квадратных метров. Однако в Европе, чтобы найти и купить бетонную новостройку, надо очень постараться. А если ее такую и продают, то, скорее всего, только для того, чтобы после покупки отремонтировать ее силами застройщика под вкус покупателя. Да, некоторые сейчас дают вайтбоксы и даже квартиры с отделкой, но довольно редкая, и не всегда эта отделка решает все вопросы. Не всегда она качественная и не всегда она того стоит. Практически все жалеют, что начали ремонт без детально продуманного плана, что запустили в квартиру строителей и импровизировали на ходу. Если у вас в голове крутится фраза в стиле «я примерно понимаю, чего хочу», «у меня есть несколько картинок в телефоне», «мне только остается решить какие-то детали, поэтому можно начинать», это значит, что вы вообще не понимаете, что будете делать и что вас ждет. В этом случае вам круглосуточно придется отвечать на вопросы прораба и исполнять требования строителей, которые очень не любят простое. Вам придется принимать срочные решения, не изучив внимательно все предложения, и со скоростью стрелы перемещаться по строительным и мебельным магазинам, чтобы успеть все утвердить, выбрать и отправить на объект, чтобы поспевать за строителями, испытывая на фоне чувства вечной неудовлетворенности и подозрения ужасных переплат. Начинать ремонт нужно не с выбора дивана и не с похода в строительный магазин за обоями, а с плана, с проекта, зная все детали и как будет выглядеть каждый уголок. И только тогда вы сможете спокойно погрузиться в выбор фактур, оттенков и по-барски выбирать предложения поставщиков по ценам, а не срочно-оборочно решать концептуальные вопросы, что поставить в этом углу, как закрыть эту трубу, что должно быть на кухне и какой пол подобрать к дивану. Поэтому перед ремонтом все планируйте, заказывайте дизайн проекта или проходите курсы для подготовки к своему ремонту, чтобы не жить в суете и мраке. Ожидание ремонта может быть очень приятно, но сам ремонт, если он без плана, легко может обратиться в мучения, нервы, суету и переплаты. Чтобы это все минимизировать, обратите внимание на мои курсы, ссылки на которые можно найти в описании к видео. И бонусный пункт. Многие жалеют о том, о чем, на мой взгляд, совершенно не стоит жалеть. Это следы эксплуатации. Вмятины на дереве, царапки на столешнице, коцки на стенах. Ремонт начинает разрушаться сразу после того, как строитель выезжает с объекта и забирает свою стремянку. И так всегда, и у всех, и ничего в этом страшного нет. Большая часть реставрируется, паркеты можно спасти специальными мастиками, стена под штукатуркой и краской тоже может быть покрашена. К слову, обои нет. Сколы и царапины на МДФ в фасаде можно убрать, перекрасив или перезаказав сам фасад. Столешницу иногда можно зашлифовать и так далее. Многое в ремонте поправимо, а что не поправимо, пересмотрите мой ролик про кинцуги, про ценность вещей с душой. И там даже есть про удивительную красоту настрадавшихся людей, которая часто читается по их мудрым глазам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свои впечатления, вопросы и мнения. И до новых встреч! Всем дизайн! Субтитры создавал DimaTorzok